Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Причиной пожара, из-за которого пришлось эвакуировать 10 человек из многоэтажки в Чонках, Гомельского района могла стать неосторожность при курении одного из жильцов. Накануне утром по номеру 101 поступило сообщение о том, что по улице Речной горит квартира. По прибытии спасателей к месту вызова наблюдалось открытое горение на третьем этаже. Хозяйка находилась внутри. При помощи трехколенной лестницы эвакуирована, спасена и доставлена в учреждение здравоохранения. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации с вышележащих этажей спасены 10 человек, в том числе трое детей. Женщина 1940 года рождения, находящаяся на вышележащем этаже, госпитализирована с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Пожар ликвидирован спасателями, огнем уничтожены имущества в квартире. Пришли на помощь своевременно. В Гомеле на улице Междугородней работники МЧС спасли мужчину. Тревожный звонок от взволнованных соседей поступил в обеденное время. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили задымление в квартире. На полу находился хозяин. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с различными травмами мужчина был госпитализирован. Основная версия происшествия – неосторожное обращение с огнем. В поселке Бадзеры Будокошелевского района хозяйка частного дома и ее сожитель также были на волосок от смерти. Женщина проснулась, почувствовав запах дыма. Вечером 49-летняя хозяйка легла спать, а через некоторое время проснулась и увидела горение в доме. За помощью она побежала к соседу, который и сообщил о пожаре в МЧС. 62-летний мужчина самостоятельно проник в дом и спас 56-летнего сожителя хозяйки. В медицинской помощи они не нуждались. А вот женщину с предварительным диагнозом термический ожог пришлось госпитализировать. Пожар ликвидирован спасателями. Версия его причины – также неосторожное обращение с огнем. Помощь спасателей понадобилась и на месте ДТП. Сегодня ночью в Петриковском районе, в пяти километрах от поселка Муляровка, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В салоне легковушки оказался зажат человек. Водитель автомобиля Audi Q7 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение со стоящим на левой обочине МАЗом. Водитель легковушки зажало между рулем и сидением. При помощи гидравлического инструмента он был деблокирован и с множественными травмами госпитализирован. Водитель грузового автомобиля не пострадал. К сожалению, это было далеко не единственное серьезное ДТП. В выходные на дорогах области семь человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб. Вечером 25 декабря 58-летний водитель, управляя автомобилем Audi 100, двигался по автодороге Гомеля. В районе остановки общественного транспорта автодром водитель Audi 100 совершил наезд на пешехода, который по предварительной информации находился по центру проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение города Гомеля. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. У всех участников дорожного движения изъяты биологические материалы для установления физического состояния как пешехода, так и водителя. 26 декабря примерно в 8 утра в Гомеле 44-летний водитель, управляя автомобилем The Sense, совершил наезд на 71-летнего мужчину-пешехода. С телесными повреждениями он был госпитализирован в больницу, где 27 декабря скончался. Пенсионер шел по проезжей части дороги справа по ходу движения автомобиля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.